Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в режиме видеоконференц-связи провел заседание Кружного координационного совета по устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера. Участие в нем приняли депутаты законодательного собрания, специалисты профильных департаментов, представители муниципалитетов округа. В повестку было включено 5 вопросов, подробности в репортаже Ирины Волокитиной. Успехи это повод для более активной и продуктивной работы, подчеркнул губернатор округа, открывая видеоконференцию. Разговор предстоял по существу. С Ямала берут пример, и у нас учатся другие территории. Тем более приятно, что по итогам года можно отметить реальные успехи нашей совместной работы. Одним из главных стало внесение изменений в законодательство России, позволяющих кочевникам усыновлять детей. Это хороший пример того, что нет нерешаемых проблем, если их решать все вместе. Некоторые инициативы ямальцев требуют поддержки на федеральном уровне. Например, необходимость государственного регулирования оборота пантовой эндокринной продукции леневодства, ведение ГОСТов и порядка выдачи разрешений на заготовку и переработку сырья. Или, например, определение технологии по экологическому восстановлению нарушенных земель в арктической зоне. Об этом и о многом другом шла речь во время проведения Дней Ямала в Совете Российской Федерации, прошедшем в конце ноября. В конце прошлой недели, 15 декабря, по итогам Дней Ямала в Совете Федерации, было принято постановление Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития автономного округа. В этот документ ваше включило и аспекты развития нашего региона, при реализации которых требуется содействие федеральных органов власти. По сути, это гарантия политической поддержки наших инициатив на федеральном уровне. Ямал – это территория прав и интересов коренных малочисленных народов Севера России. Здесь исторически сложилась и действует одна из самых сильных и совершенных систем социальной защиты. Летом этого года была создана рабочая группа по формированию народной программы КМНС. От жителей городов, сельских поселений, представителей организаций и учреждений ждали предложений идей, направленных на улучшение жизни коренных ямальцев по многим сферам, касающимся и традиционных видов деятельности, и развития фактурий, культуры, образования, здравоохранения и многого другого. Работа была спланирована поэтапно. Было организовано широкое общественное обсуждение программы, проведем глубокий анализ законодательной базы, сформированной в регионе. Обобщено около 600 поступивших предложений, отнесенных к вопросам федерального, регионального и местного значений. Лабытнанги не входит в перечень населенных пунктов традиционного проживания и хозяйственной деятельности КМНС России. Но в городе зарегистрировано 7 человек, которые ведут кочевой образ жизни. К тому же здесь находится место, где жили первые представители коренных северян. Предполагалось, что уникальная коми-деревня, которую небезосновательно называют колыбелью города, будет не только исторически реконструирована, но и станет туристическим маршрутом. Сохранение культурного наследия, его популяризация – одно из направлений работы в семи листынецах. Проводится очень много мероприятий, посвященных традициям народов севера. Это проводы лебедя, ворнахата. У нас с департаментом коренных малочистных народов севера всегда идет и финансовая поддержка. В этом году у нас выделено 62 тысячи на проведение мероприятий. Это субсидирное мероприятие окружное для музея кровеческого. Мероприятие называлось «У костра живущий нас народ». Читающий воездной клуб ЕХА выезжает в Чумы, которые возле станции, возле города Лабутнаги иногда бывают, и привозит им литературу. Эта литература, конечно же, очень быстро распространяется. Уже те, кто приезжают близ города и знают, что им привезут книги, они с нетерпением ждут их. Поэтому коренные многочисленные народы севера у нас поддержаны сферой культуры, но можно сказать, в полной мере, в полном объеме. Участники совещания также обсуждали совершенствование процесса обучения детей коренных северян, результаты научных исследований в сфере сохранения среды проживания кочевников и их традиционного образа жизни. Ирина Волокитина, Кирилл Сементьев, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова